Сергей Довлатов, Повелезоповедник, Отрывок. Я стал водить экскурсии регулярно, иногда по две за смену. Очевидно, мною были довольны. Если приезжали деятели культуры, учителя, интеллигенция, с ними работал я. Мои экскурсии чем-то выделялись. Например, свободные манеры изложения, как указывала хранительница Тригорского. Тут сказывалась, конечно, изрядная доля моего актерства. Хотя дней через пять я заучил текст экскурсии наизусть, мне ловко удавалось симулировать взволнованную импровизацию. Я искусственно заикался, как бы подыскивая формулировки, оговаривался, жестикулировал, украшая свои тщательно разработанные экспромты афоризмами. Глуховского и Щеголева. Чем лучше я узнавал Пушкина, тем меньше хотелось рассуждать о нем. Да еще на таком постыдном уровне. Я механически исполнял свою роль, получая за это неплохое вознаграждение. Полная экскурсия стоила около восьми рублей. В местной библиотеке я нашел десяток редких книг о Пушкине. Кроме того, перечитал его билетристику и статьи. Больше всего меня заинтересовала олимпийская равнодушие Пушкина. Его готовность принять и выразить любую точку зрения. Его неизменное стремление к последней высшей объективности. Подобного нет, который освещает дорогу и хищнику, и жертве. Ни монархист, ни заговорщик, ни христианин. Он был только поэтом, гением и сочувствовал движению жизни в целом. Его литература выше нравственности. Она побеждает нравственность и даже заменяет ее. Его литература среди молитвы, природы. Впрочем, я не литературовец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова